Добрый день! Я хочу на это место пригласить тех, у кого в этом месяце был день рождения. Есть такие именинники Майя. В моей семье таковых аж три, даже четыре. И мама в том числе. Мне, как я уже не раз говорила, приятно особенно поздравлять тех, кого я знаю. Когда мы готовимся к поздравлению с днем рождения, мы говорим то, что есть в нашем сердце, то, что мы хотим высвободить в вашу жизнь. Ваш год. Я готовилась к днем рождения, а получила слово о финансах. Поэтому принимайте. Я хочу благословить вас мышлением изобилия. Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так, чтобы вы всем были богаты на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу. Все, что вы сеяли за эти годы прошедшие, пусть ржа, любой вор, сомнение не сможет удержать от вас семена, плоды, которые должны произрасти. Все, что было за предыдущие годы вами посеяно, молитв, слов, благодарности, благословения, довольства, что вы сеяли, пришло время пожинать. Независимо от того, сколько вам сегодня лет, этот год юбилейный, следующий год юбилейный, следующий год юбилейный, пришло время собирать. Но это не значит, что только собирать. Вы собрали и опять сеете, вы собрали и опять сеете, не останавливайтесь в этом деле до скончания дней жизни. Сеяние и жатва не закончатся в вашей жизни. Сколько бы ни пришлось еще говорить благодарности и благословения, не заканчивайте это. Бог хочет приумножить так много, сколько вы только позволите Ему. И эти семена, это поле расширяется с вашим влиянием, с вашим вложением в него. Не считайте им малозначимым ни одно семечко, ни одну молитву, ни одно слово, ни одну мысль, ни одно действие в вашей жизни других людей. Пусть каждое, каждое, что вы делаете, верьте, что оно принесет результат. Не смейте ни одной лопате подойти к этому семечку. Любое сомнение, что он не оценил, а он не понял, а они не посчитали это важным. Не важно, что они по этому поводу думали. Важно, что вы думаете, когда вы это делаете с верой и вместе с Богом. Я приглашаю сейчас на это место маму, Катю и Кирилла. В этот месяц и церковь тоже празднует свой день рождения, свой первый пятилетний юбилей. Простите, я ошиблась. Шестилетний юбилей. У нас тоже пусть будет юбилейный год. Каждый год будет юбилейным, как я уже вас благословляла. И мы сделали небольшой подарок для вас, для нас, для мамы. Песня, которая сейчас прозвучит... Берите микрофоны. Песня, которая сейчас прозвучит, это песня, которую мы очень часто слышали от нашего дедушки, потом от наших родителей. Я думаю, что, может быть, наши дети тоже будут ее петь. Она немного грустная, но почему? Она написана в очень особых, сложных обстоятельствах. Девушка, которая ехала к своему мужу, жениху, миссионеру в Африку. Этот путь был очень длинный. И так долго она до туда добиралась, что когда она приехала, ее встретили не жених, а кто-то другой. Она была удивлена. Спрашивают, почему? Ей говорят, мы вчера его похоронили. Привезли ее на это кладбище. Это все, что она могла. Она так долго добиралась и приехала сказать ни к чему. Ради чего все это было? И та песня, которая родилась у нее, о том, что возьми меня отныне и впереди, по жизненной долине меня веди. Вот независимо от того, к чему вы пришли сейчас в своей жизни, с какими результатами, может быть, вас что-то устраивает, а что-то совершенно не устраивает. Договоритесь с Богом о том, что Он отныне и впереди с вами. Что Ему можно доверить свое здоровье, Ему можно доверить свою личную жизнь, Ему можно доверить свои финансы, Ему можно доверить семью, Ему можно доверить детей, Ему можно доверить работу, Ему можно доверить судьбу. и какими бы тревоги ваше сердце сейчас не заполняло доверьте ему и пусть этот подарок от нас вам будет не просто как грустная печальная песня а как уверенность убежденность глубокая осознанность том что я доверяю свою жизнь и все что я имею богу а он поведет проведет и доведет до той цели которую перед нами ставил друзья этой песни более 100 лет но так как она такой знаковый момент имеет себе преемственность поколений то с одной стороны у нас сейчас будет видео мы просто здесь так скажем вышли можно поближе подойти для того чтобы мы ее и пели там но на видео может быть немножечко обстановка домашняя наш не немножечко а полностью и это тоже есть некоторое наше послание к сердцам чтобы ощущали себя как дома приходя в церковь что вам всегда было уютно чтобы вы всегда чувствовали себя услышанными принятыми и всегда чтобы вы могли знать что в родном доме вас ждут но если ты со мною я тверд возьми меня отныне и впереди по жизненной долине Господь беди не мог бы я тропою твоей идти но если ты со мною я тверд пути не мог бы я тропою твоей идти но если ты со мною я тверд пути даруй ты сердцу радость во всех скорбях дай чувствовать мне сладость твоих словах святую веры твердость меня вдохни Духа злою гордость ты изгони святую веры твердость меня вдохни Духа злою гордость ты изгони когда же в смертном теле надежды нет направь меня ты к цели через тьму и свет возьми меня отныне и впереди по жизненной долине Господь беди возьми меня отныне и впереди по жизненной долине Господь беди Слава Богу за то, что мы можем сказать Господь, веди нас в каждом дне в каждом новом году в каждой новой песне в каждом новом танце во всем новом веди нас, Господи я благословлю вас, Лариса от молитвенного служения, от церкви все, кто сейчас уходит, благословят и меня, и всех вышедших Господь драгоценный давайте поднимемся я благодарю Тебя, что могу благословить людей, которые рождены в мае я благодарю Тебя, что это особый месяц потому что он предшествует лету я благодарю Тебя, что Ты даешь каждому человеку определенное назначение когда он рождается на эту землю и поэтому я благословляю быть весной весной всем, с кем будут встречаться независимо от того, родился ли человек в стужу родился ли он ясным летом родился ли он осенью но пусть весенние люди, майские люди несут всегда весну весну всем чтобы посреди декабря расцветали подснежники и я благодарю Тебя, что могу благословлять этой способностью сверхъестественно топить снега сверхъестественно вызывать к жизни то, что кажется мертвым и я благодарю Тебя, что могу высвободить это благословение и принять от Тебя действия ангелов Твоих в судьбах этих людей во имя Иисуса Христа аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok